Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Сегодня продолжаем эксперименты с рецептами, которые опубликованы в книге А. Конникова 1938 года, издания «Колбаса и мерсокопчёностей». Потрясающая книга, если кому-то интересно, но в основном для новых подписчиков, новых зрителей, пишите в комментариях свой e-mail. Книгу отправляю, отправляю файл на скачивание PDF-альбома. Потрясающая книга с великолепными рецептами, которые соответствуют ГОСТам 1938 года СССР. Сегодня готовим хлеб заказной. Мне всегда непонятно эти названия советские, старые. «Колбаса отдельная», «Хлеб заказной», «Мясной хлеб заказной». Для приготовления нам понадобится 30 частей отборной говядины, 30 частей свинины и 40 частей свиного шпика. По специям черный перец, мускатный орех, кардамон и тмин. Точное количество всех специй вы найдете в описании видео. Далее понадобится коньяк или вино «Мадерра». Ну вот коньяк из расчета 10 мл на килограмм сырья. У нас тут сырья 3 кг, поэтому коньяка 30 мл. Я выпил его, но надо для мясного хлеба оставить. Для засолки понадобится сахар и смесь нитритной соли и поваренной соли. В таком соотношении, друзья, 10 г поваренной соли и 10 г нитритной соли с содержанием нитрита натрия 0,6% на килограмм сырья. И вот чем мне нравится мясной хлеб, это отличная альтернатива вареной колбасе, но вам не нужен шприц, не нужна оболочка, то есть не нужно специальное оборудование. Мясной хлеб можно приготовить практически в обычных домашних условиях, не имея вообще никакого специального оборудования. Получается потрясающая штука, ну действительно он очень вкусный. Вот, кстати, у нас друзья, мы угощаем, там иногда делаем для друзей, просят сделать там на какие-то мероприятия и так далее. Так вот все в один голос говорят, что мясной хлеб значительно вкуснее, чем варенка. Хотя варенку тоже делаем, тоже просят. В общем, классный рецепт, давайте начнем в очередь. Ведь нам мясо надо засолить. Для того, чтобы засолить мясо, режем его на кусочки. Ну, тут у нас свинина и говядина, потом нам измельчать его надо будет отдельно. Поэтому надо сделать какие-то разные кусочки, допустим. Хотя свинину с говядиной навряд ли перепутаешь. Ну вот порежу говядину на такие длинные кусочки, а свинину на кубики. Сейчас порежу, друзья, и вернусь к вам. Нарезал все мясо и, естественно, оставил кусочек говядины своему главному дилу-стартеру. Кс-кс-кс. Иди сюда. Кс-кс-кс. Твое мясо. Куда ты лапку тядешь? Залазь. Ну, лапку давайте. Держи. Друзья, теперь мясо засолено. Кусочки вот такие вот, там, особо измельчать его не надо. Беру смесь соли, добавляю сахар. И вот, кстати, еще несколько слов хочу сказать о мясе. Очень часто люди делают по рецептам колбасу и пишут, что колбаса получается кислая. Друзья, не используйте парное мясо для приготовления колбасы и вообще колбасных изделий. То есть свежее мясо использовать не рекомендую. Оно должно пару дней отлежаться, отдохнуть в холодильнике, чтобы произошли, ну, определенные процессы в мясе. Точную биохимию процесса я не знаю. Мы начали читать с Ларисой специальную литературу колбасную. И вот, как бы, однозначно все источники указывают на то, что нельзя использовать, особенно для сыровяленных колбас, для сырокопченых, нельзя использовать свежее мясо, которое парное должно, но немножко вызвить. Тщательно засаливаем. Ой, я второй кусочек дегустатора засолил. Думал, котейки, два кусочка мяса. И все. Теперь смотрите, друзья, засолили мясо и вот так вот его уплотняем, чтобы было как можно меньше доступа воздуха вовнутрь. Вот таким вот образом. Накрываем крышкой и отправляем на сутки в холодильник. Специи пока вставляем в сторонку. Что касается сала. Завтра с утра мы начнем обработку мяса, то есть начнем его измельчение. Где-то за час до того, как мы начнем обработку, даже за два часа, сало надо положить в морозилку, чтобы оно немножко подморозило. Чтобы нам удобно было его нарезать на нужные, так сказать, кусочки. Потому что вот такое вот сало вы ровно, аккуратно не порежете. Оно должно быть подмороженное. Итак, друзья, мясо я уплотнил. Отправляю его в холодильник и до встречи завтра. На следующий день мясо засолено. И вот Лариса два часа резала шпик. Для того, чтобы его удобнее резать, мы его подморозили. Половину шпика нарезали вот такими вот полосочками. Где-то 5 на 5 миллиметров и 2 сантиметра длиной. Ну, какие-то меньше, какие-то больше. Вторую половину шпика нарезали кубиками 5 на 5 миллиметров. Ну, кубиками размером 5 миллиметров, будет правильно сказать. Друзья, по поводу мяса сразу же скажу. Перед приготовлением мы мясо на час поместили, прям вот как оно было засоленное, поместили в морозилку. Чтобы оно охладилось. То есть оно у нас сейчас имеет температуру градуса 4. Потому что нам ни в коем случае нельзя, чтобы во время тепловой обработки у нас температура фарша, ну, до начала приготовления, чтобы температура фарша поднялась выше 10 градусов. Теперь нам надо шпик ошпарить. Для того, чтобы, ну, во-первых, он разделился, потому что хоть мы его и резали замороженным, видите, он у нас одним блином. Нам надо, чтобы каждый кусочек шпика, здесь не получится у меня ошпарить, буду частями, чтобы каждый кусочек шпика был по отдельности. Помимо этого, в процессе ошпаривания края шпика оплавятся, и он будет в колбасе хорошо вмешается и будет составлять единое целое. Вот таким вот образом кипяточком ошпариваем шпик и стараемся ложечкой его разделить на отдельные кусочки. Ну, неважно, ложечкой, вилочкой, не суть. Главное, чтобы у нас оплавились края каждого кусочка шпика. Вот таким вот образом примерно. Теперь хорошенько его промываем под ледяной водой. И пока будем заниматься мясом, его можно отправить в холодильник, чтобы он немножко подостыл. Пока шпик охлаждается, приступим к измельчению. В первую очередь измельчаем говядину. И вот видите, почему я говорил, мясо плотно уложить. Там, где оно не имело контакта с воздухом, оно вот такого яркого цвета. То мясо, которое находилось сверху, оно немножко потемнело. Но это не страшно. Говядину измельчаем на самую мелкую решетку. В данном случае я использую решетку диаметром 2 миллиметра. И, кстати, охлажденное мясо, вот особенно на маленьких решетках, значительно лучше измельчается, значительно проще мясорубки. Что если оно будет теплое, то есть оно даже может быть немножко подмороженное, такое около нуля градусов, оно будет значительно проще измельчаться. Далее на решетку с диаметром отверстия 6 миллиметров измельчаем свинину. Друзья, лучше для получения точно гарантированного результата на всякий случай промерить температуру фарша. И если она приближается к 10 градусам, то есть если фарш нагрелся во время измельчения, особенно мелкий, лучше его отправить в морозилку на полчасика, чтобы он немножко подостыл. А после этого приступим к перемешиванию фарша. Ну и к внесению специй к себе, естественно. Мы охладили шпик, и теперь нам надо все тщательно вымесить. Друзья, не пренебрегайте этой операцией. Любое колбасное изделие, ну, вымешивание фарша, приготовление любого колбасного изделия, это одна из самых главных операций. Поэтому я буду вымешивать на планетарном миксере. Если у вас нет такого миксера, можно вымесить обычным миксером. Либо же можно сделать это вручную. То есть вот на этом миксере я буду вымешивать фарш где-то около 5 минут. Отправляем... О, я сало в половину только выложил. Отправляем сюда все ингредиенты. Немножко сала у меня упало за пределы чаши. Отправляем также яйцо, коньяк, муку в нужном количестве. Все количество ингредиентов вы найдете в описании видео. Специи и 300 мл ледяной воды. То есть вода должна быть реально ледяная, такая, чтобы аж кусочки льда в ней плавали. И начинаем это дело вымешивать. В результате вымешивания получили вот такой вот совершенно идеальный, полностью однородный колбасный фарш. Видите, ну, во-первых, мы вымесили до состояния фарша, до белых волокон, что называется. То есть появились беленькие, волокнистые такие структуры фарша. Во-вторых, шпик идеально вмесился в фарш. Теперь будем его перекладывать в формы для запекания. Для запекания хлеба смажем растительным маслом. Теперь выкладываем нужное количество фарша, чтобы полностью заполнить форму. В такой форме мясной хлеб у нас получает классическую форму хлеба. Это хлебные формы, на самом деле. Очень дешевые, продаются в Ашане вообще за копейки какие-то. И мы их используем и для выпекания обычных хлебов, ну, то есть хлеба, так и для выпекания мясного хлеба. А вообще можно использовать совершенно любую форму. Ну, то есть, ну, не суть важна. Просто эта форма классическая. Тщательно заполняем форму, чтобы в фарше не осталось никаких пустот. То есть вот так, как это показывает, так, как это делает Лариса. Ну, опять же таки, это влияет только на внешний вид. Проводим вот такую процедуру, для того, чтобы если где-то есть пузырьки воздуха, то они вышли. Видите, какой фарш хороший? Он клейкий, то есть он не разваливается. Из него даже лекебаб сейчас можно пожарить, нефиг делать. На шампуре он не свалится. Вот здесь вот еще надо немножко, чтобы красиво было. Сейчас я добавлю чуть-чуть. Верхнюю часть хлеба сформируем, чтобы по виду она напоминала буханку обычного хлеба. То есть вот так вот, немножко выпуклая. С обычным хлебом мы так не делаем, потому что он поднимается в процессе запекания. Этот хлеб подниматься не будет, поэтому форму нам надо сформировать сразу же. Ну, чтобы у нас были красивые батончики. Вот таким вот образом, друзья. Точно так же заполним остальные формы и приступим к тепловой обработке. Разогрели духовку до 70 градусов. Конвекция нам не нужна, то есть просто только нагрев. При температуре 70 градусов в течение часа выпекаем наши хлеба. Это первый этап тепловой обработки, а будет их всего 4. Поэтому продолжим через час. Через час поднимаем температуру до 110 градусов и оставляем еще на час. Тоже никакой конвекции, просто пусть выпекаются при 110 градусах в течение еще одного часа. Еще через час поднимаем температуру до 130 градусов и помещаем в один из хлебов кулинарный щуп для того, чтобы контролировать температуру внутри. Теперь выпекаем хлеба до достижения внутри температуры 68 градусов. Нам Лариса сейчас скажет, какая там сейчас температура? 53. Нам надо довести их до 68. Для тех, у кого нет кулинарного щупа, я включил секундомер и засеку время. Но будьте осторожны, это время достаточно примерно. Все зависит от индивидуальных особенностей духовки, от объема хлеба, в общем, много факторов. Через 13 минут хлеба достигли температуры 67-68 градусов внутри батона. Извлекаем их из духовки и подготовим яичный белок. Отделим белок от желтка. Также надо подготовить противень, застелив его предварительно пергаментом для запекания либо тефлоновым ковриком. Очень толковая штука, продается на Алиэкспресс за полтора доллара. Далее надо извлечь хлеба из формы. Если вы все сделали правильно, то хлеб у вас извлечется достаточно легко. Правильно я имею в виду температурный режим. Видите, никакого жира, никакого бульона, ничего нет. Все благодаря тому, что мы правильно поддерживали температурный режим. Теперь обмазываем его белком. Промакиваем, если есть необходимость, от лишнего жира хлеба таким вот, как оно называется, бумажное полотенце. И вооружившись кисточкой, обмазываем хлеба куриным белком. Со всех сторон. То есть, вначале обмажем снизу и с боков. Затем переворачиваем хлеба, так как им должно находиться. Вверх-вверхом. И точно так же обмазываем сверху белком. Друзья, подготовим духовку. Установим температуру 150 градусов и включим конвекцию. Отправляем обмазанные белком хлеба в духовку. И будем их запекать до румяной корочки в течение 20 минут. Именно для того, чтобы они у нас красиво зарумянились, нам и нужна конвекция. Через 20 минут извлекаем наше хлеба из духовки. Просто полюбуйтесь, какая красота получилась. Друзья, и конечно же, сейчас будет соблазн попробовать, но этого соблазна надо, этот соблазн, вернее, надо побороть в себе. Хлеб должен простоять ночь при комнатной температуре, полностью остыть, пропитаться специями, пропитаться соком. И вот завтра утром будем его дегустировать вместе с вами. На следующее утро со спокойной совестью можем зарезать наш мясной хлеб и посмотреть, что у нас получилось. А получилась у нас вот такая вот красота. Ой, как потрясающе пахнет. Сейчас покажу вам, дорогие друзья, крупный план нашего хлебушка. Посмотрите, какая замечательная структура. Просто суперский. Не знаю, как у вас, а у меня уже неотвратимое желание попробовать. Ну что ж, друзья, мясной хлеб заказной по рецепту, по ГОСТу 38-го года. Кс-кс-кс. Дегустатор будешь пробовать? Кс-кс-кс. Ну-ка, давай-ка попробуй, как хлебушек. Потрясающая ароматика. Просто невероятная. Нежнейший вкус. Вообще, это нечто. Друзья, наверное, один из лучших мясных хлебов, один из лучших рецептов. Пахнет просто божественно. Он реально очень вкусный. Заканчивать еду, а то сейчас на камеру весь хлеб съем. Слопаю. Друзья, с удовольствием представляем вам этот замечательный рецепт. Как видите, готовится очень просто. Не надо оболочки, не надо колбасных шприцов. Совершенно классный продукт. Немножко похож на хорошую вареную колбасу, но он другой. То есть, он реально потрясающий. Поэтому пробуйте его приготовить. Вы порадуете свою семью, своих близких. И мясной хлеб будет хорошим украшением праздничного стола. Ну, а если есть какие-то вопросы, естественно задавайте их в комментариях. На все комментарии я отвечаю. Если нет вопросов, просто пишите комментарии. Пообщаемся, если есть желание. Ну и кто хочет получить книгу, электронную книгу Оконникова 1938 года выпуска, оставляйте в комментариях свой имейл. Я вам отправлю ссылку на скачивание. На этом все, друзья. Мы будем с Ларисой готовить для вас новые интересные рецепты. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok